Здравствуйте! В эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Наталья Комарова отдала большую пресс-конференцию. Глава региона ответила на полсотни вопросов журналистов и блогеров из России, Норвегии и Словакии. Человек, собак и друг в Сургуте разыскивают дворняжек, которые напали на ребенка. А в Лангипасе следователи выясняют, кто виноват в гибели женщины, которую покусали собаки. Никита Поршнев выиграл контрольный масс-старт, но в основную команду не попал. Подведем итоги сборов в Ханты-Мансийске. Обо всем подробнее прямо сейчас. Почти 4 часа и больше полусотни вопросов. Сегодня в Югре состоялась уже традиционная пресс-конференция губернатора Натальи Комаровой. Свои вопросы задавали не только российские журналисты и блогеры, но и коллеги из других стран, например, Норвегии и Словакии. Интересовали их самые разные темы. Это и углеродная нейтральность Югры, креативная индустрия региона, зеленая энергетика, туризм, ограничительные меры, экология, инвизиционный климат, дегазификация сельских поселений. К слову, провести трубу с голубым топливом планируют более чем к 6 тысячам домовладений региона. А некоторые жители Югры уже подали заявки и к их участкам подвели газ. По состоянию на 12 ноября текущего года, 21 апреля, на исполнении находятся 214 действующих договоров на технологическое присоединение домовладений, из которых 91 исполнены. Отдельный блок вопросов был посвящен добыче нефти. Отвечая на один из вопросов, губернатор отметила, что за 10 месяцев в Югре удалось извлечь на 1,2 миллиона тонн больше, чем в 2020 году. По прогнозам нефтяных компаний, уровень добычи еще больше превысит предыдущий. Наш регион, его бюджет в большей степени зависит от состояния дел в области недропользования. Но здесь работают два фактора, как вы понимаете, кроме объема добычи. Это стоимость барреля нефти, причем на мировых рынках, что крайне важно. И валютный курс в Российской Федерации. Полная видеоверсия пресс-конференции выйдет в эфире нашего телеканала сегодня в 21.30 и завтра в 17.00 на ОТР и Югре. В Югре завершился основной этап всероссийской переписи населения. По предварительным данным, план переписи по округу выполнить удалось. Количество переписанных югорчан еще уточняется. В Югре до сих пор продолжается сбор информации о жителях труднодоступных поселений. Так, переписчики еще работают в Сургутском, Белаярском и Хантамансийском районах. Здесь перепись планируют завершить в декабре. Предварительные результаты исследования будут известны в апреле 2022 года. Напомню, на территории округа работали больше 4 тысяч переписчиков. В Югре организовали около 500 стационарных переписных пунктов. Также работал сервис онлайн-переписи на сайте госуслуг. Всего переписать должны были около полутора миллионов югорчан. Я считаю, что перепись это обязательная процедура для каждой страны. Все должны знать, сколько людей проживает в этой стране. Это важно для планирования каких-то будущих расходов, для планирования бюджета страны, для планирования выплат. Здесь очень много целей. Но самое основное это количество людей, проживающих, кто работает, сколько пенсионеров, сколько детей. То есть это все надо знать, и я думаю, долг каждого человека пройти эту перепись. Югра готова предложить выгодные условия для инвесторов, желающих развивать туризм в нашем регионе. Создание качественной туристской инфраструктуры обсудили участники форума Югра-тур. Речь идет о возведении современных отелей, баз отдыха, а также общественных пространств. Среди инструментов поддержки, например, льготные займы в размере до 100 миллионов рублей от 1 до 3% годовых сроком до 5 лет. При этом не менее 20% должен вложить сам инвестор. Сейчас фонд развития Югры формирует план приоритетных туристских территорий региона. В этом году взгляды прикованы к трем муниципалитетам – Хантамансийскому, Нижневартовскому и Сургутскому районам. В частности, специалисты обсудили возможности по развитию природно-археологического парка «Урочище Барсова гора». А также ребрендинг гостиницы в Сургутском сети-центре. Это будет первый в округе отель крупнейшей международной сети. На что мы нацелены? Это предоставление питания, безусловно, очень высокого уровня, стандартов, хорошего качества. Это деловая среда, множество переговорных лекториев, залов для переговоров, конференц-залов с современным оборудованием, с современной полностью акустикой. Поэтому я думаю, что отель станет некой точкой притяжения для деловой среды и деловых мероприятий города, которые будут проводиться в Сургуте. Получить сертификаты о вакцинации в Югре можно будет в МФЦ. Об этом во время заседания оперативного штаба региона рассказала губернатор Наталья Комарова. Выдавать документы в бумажном виде начнут уже завтра. В многофункциональных центрах оказания государственных муниципальных услуг. Кроме того, получить бумажный сертификат смогут не только югорчане, завершившие вакцинацию против коронавирусной инфекции, но и люди, имеющие медотвод от прививки в связи с противопоказаниями, а также переболевшие ковидом жители региона. В ковидной госпитале Югры со средне-тяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекции госпитализировали 114 пациентов. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал глава Депздрава Алексей Добровольский. Это минимальное ежедневное число за прошедший месяц. Сегодня в округе на стационарном лечении находится 2164 пациента, что на 73 человека меньше, чем неделю назад. Как заявил Алексей Добровольский, лекарств в медучреждениях достаточно. Кроме того, обеспечен шестидневный запас кислорода. Отмечу, первым компонентом вакцины против коронавируса в Югре привиты больше 757 тысяч человек. От тех, кого мы планируем вакцинировать, это 75%. Но с точки зрения создания именно необходимой иммунной прослойки, общей на уровне 80%, это совокупно оценивается число переболевших и число вакцинированных. Здесь действительно мы достигаем только 50% рубежа. Вакцина есть во всех медицинских организациях в достаточном количестве. В Югре продолжаются профилактические рейды. А так, например, сегодня в Сургуте сотрудники мэрии вместе с полицейскими посетили спортивные объекты города. Проверили QR-коды у посетителей и персонала. Подробности у Евгения Неупокоева. Полиция и контрольное управление Сургута начали активно посещать спортивные объекты города. И физическая подготовка тут совершенно ни при чем. В этом году ревизоры проверяют, как в учреждениях соблюдаются антиковидные ограничения. Покажите, пожалуйста. Кого-то встречаете, да? Как мы видим, проверка достаточно простая. Сотрудники полиции проверяют QR-код. И если все совпадает, он зеленый, то, в принципе, вопросов нет. А если вот QR-кода нет, то к руководству бассейна могут появиться вопросы. В этот раз обошлось без нарушений. Как заявили сотрудники контрольного управления, в последнее время все реже им попадаются люди, не соблюдающие установленные правила. Мы продолжаем, конечно, выявлять нарушения масочного режима. Вместе с тем, основная часть граждан, абсолютно все посетители в ходе сегодняшнего рейда имеют QR-коды. И не было проблем, соответственно, у владельцев QR-кодов с нарушением масочного режима. Я думаю, что люди все-таки к этому привыкли. И ничего сложного в этом нет. А вы часто сюда ходите? Видели хоть раз, чтобы кого-то без QR-кода не пускали? Я обратно возвращаюсь. Никого, сколько я ходил, ни разу сюда не прошел никто без QR-кода. Кроме бассейна, ревизоры посетили еще батутный центр и тренажерный зал. Оба заведения показали исключительную ответственность в плане соблюдения антиковидных ограничений. В Управлении физической культуры и спорта сообщили, что провели колоссальную работу со всеми спортивными организациями города. На сегодняшний день процент вакцинированных сотрудников в муниципальных учреждениях превысил 99%. За исключением некоторых сотрудников, которые имеют действующий медотворь. А так все в строю, все работают, работа со всеми проведена. На всех объектах осуществляются проверки именно сотрудниками управления, в том числе и на регулярной основе. Проверяется наличие масочного режима, наличие санитайзеров, соблюдение соцдистанции при проведении тренировок. На данный момент в Сургуте работают 12 проверяющих групп. Помимо этого, за соблюдением антиковидных ограничений следит полиция и Росгвардия. По словам сотрудников мэрии, главная цель рейдов – это профилактика. Нет цели кого-то наказывать. Евгений Юпокоев, Игорь Батищев, телеканал «Югра», Сургут. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошло 90% персонала детского противотуберкулезного санатория имени Елены Сагандуковой. Медучреждение присоединилось к региональной акции «Мы вместе против ковида». Те сотрудники санатория, которые не имеют противопоказаний и контактируют с детьми и их родителями, поставили прививки от новой коронавирусной инфекции. Это 75 медицинских работников и обслуживающего персонала. Общими усилиями они организовали COVID-free пространство, чтобы их маленькие пациенты и их родные спокойно проходили лечение и реабилитацию. Жительница Лагипаса погибла после нападения бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР. По версии следствия, трагедия произошла в безлюдном месте в районе железнодорожного переезда в промышленной зоне города. Стая из нескольких собак набросилась на 43-летнюю женщину около двух часов дня. От полученных укусов югорчанка скончалась в больнице спустя несколько часов. Уголовное дело возбудили по признакам статьи «Халатность, повлекшая смерть человека». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также полноты и своевременности мер, принятые к администрации города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных. Расследование уголовного дела продолжается. Также продолжается проверка по факту нападения 11 ноября бездомных собак на ребенка в районе пересечения улиц Университетская и Ивана Захарова города Сургут, где в результате происшествия ребенок получил травму. А в Сургуте пытаются найти и отловить собак, напавших на девочку. Напомню, инцидент произошел на прошлой неделе. По счастливой случайности мимо проходила женщина. Она и помогла спастись ребенку. Подробности в сюжете моих коллег. На видео с камер наружного наблюдения хорошо видно, как три собаки нападают на ребенка. Как говорят кинологи, животные защищали щенков и свою территорию. Пока отлову удалось поймать только одну из обидчиц. Другие вместе с потомством до сих пор на свободе. Эти собаки достаточно осторожные. Поймать их очень сложно. В условиях стройки, территории стройки, она очень большая. Там очень много различных лазов. Но работаем над этим вопросом. После отлова животных доставят в приют, где их обследуют ветеринары. Если потребуется, то собак полечат, стерилизуют, вакцинируют и обязательно проверят на агрессивность. Есть порядок определенный, который разработан ветеринарной службой ХМАО. И на основании этого порядка выносится решение, собака подлежит выпуску или не подлежит. Если собака подлежит выпуску, ее выпускают там, где отловили. Если не подлежит, то это пожизненное содержание в приюте. Такие стихийные приюты, как на улице Захарова, где и произошло ЧП, в Сургуте – не редкость. Один из самых крупных находится возле парка за Саймой. Прикормленные собаки не раз нападали на жителей ближайших домов. О собаках вы можете позаботиться, а о людях вы не можете позаботиться. Я полтора недели назад шел с ребенком на санках с парка. Мне пришлось бегом бежать, потому что вот эта свора собак за мной погналася. Заявки в отлов с этого адреса поступают регулярно. А все потому, что неравнодушные горожане обустроили здесь для бродячих животных будки и ежедневно подкармливают их горячей пищей. Животным такой подход пришелся по душе. К стае прибились другие собаки, и сейчас их уже около 20 особей. Животные, они территориальные, они считают эту территорию своей и будут защищать это место. Поэтому рекомендации не кормить собак рядом с подъездами, не кормить рядом с жилым массивом. То есть кормить где-то поодаль от людей желательно децентрализованно, не в одном месте, чтобы собаки не привязывались к конкретному месту. И желательно не ставить будки, потому что собака будет защищать место, где она ночует, где она ест и так далее. Специалисты отмечают, что особенно агрессивны собаки осенью и весной. В это время кинологи советуют югорчанам не подходить близко к местам обитания стай, не трогать щенков и по возможности иметь при себе средства защиты, например, газовый баллончик. Если нападение все же не удалось избежать, то следует действовать по инструкции. Желательно не размахивать руками, остановиться и не поворачиваться, не убегать, не поворачиваться спиной к собаке. Всегда контролировать глазами, где находится собака, разворачиваться всегда в ее сторону. Если идет нападение, ну в любом случае самая первая реакция это руки, подставлять руки, потому что пускай уже хватает за руку, чем может в лицо, например, пойти собака или еще что-то. Отлов одной собаки обходится Сургуту почти в 10 тысяч рублей. А если животное остается в приюте пожизненно, то в сутки на ее содержание тратится еще по 200 рублей. На данный момент в приюте «Дорога домой» находится 700 с лишним собак. И сотрудникам приюта приходится расширяться, так как безнадзорных животных на улицах города, несмотря на все принимаемые меры, становится больше. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания «Югра», Сургут. В Нижневартовском районе 38-летний водитель за рулем «Хонды» не справился с управлением, выехал навстречу, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Всего же за минувшие выходные зарегистрировали 13 ДТП с пострадавшими. Погибших нет. В авариях пострадали 13 человек. Сотрудники госавтоинспекции задержали 25 нетрезвых водителей, 10 за повторное управление в состоянии опьянения. От медицинского освидетельствования отказались 18 автолюбителей. Штраф за выезд на встречку получили 37 водителей, еще 52 нарушили правила перевозки детей. В конце прошлой недели произошло несколько резонансных происшествий на дорогах. В пятницу около 9 вечера на 27-м километре автодороги Сургут-Лентор в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1965 года рождения, управляя Киа Соул, двигалась из Лентора в сторону Сургута, столкнулась с экскаватором. В результате ДТП водитель Киа Соул погибла на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На 65-м километре автодороги Нягенталенко загорелся грузовой фургон «ГАЗ». В результате пожара автомобиль уничтожен полностью. Причина пожара и ущерб устанавливаются. О других важных событиях, которые жители региона обсуждают в интернете, в нашей рубрике «Югра.ру». Югорчане спасли женщину, пострадавшую в ДТП под Уватом. На 495-м километре автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансиск 30-летняя женщина не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет, наполненный водой. Легковушка мгновенно начала тонуть. В автомобиле находилась семья водителя, муж, дочь, 14-летний и 9-летний сын. Одними из первых на помощь пришли сургутяне, проезжавшие мимо. Это Константин Малюк и Александр Гаус. Пока Константин звонил в службу спасения, Александр нырнул под лед и спас пострадавшую женщину. Девочка выбралась сама, а отца и сына спасти не удалось. Обстоятельства ДТП выясняются. Где находится самый большой мольберт России? Что такое болотный янтарь? Кто из сибирских князей объединил 8 княжеств? Эти и многие другие вопросы ждут любителей краеведения во Всероссийской Олимпиаде многовековая «Югра», которая стартует 22 ноября. О начале конкурса в своих соцсетях рассказала губернатор «Югры» Наталья Комарова. Проверить свои знания об истории, традициях и географии округа смогут не только юные югорчане, но и школьники со всей страны. Олимпиада пройдет на онлайн-платформе учи.рух и продлится до 5 декабря. Итоги же подведут 10 декабря, в день рождения «Югры». 10 школьников из «Югры» стали победителями Всероссийского конкурса проектов «Большая перемена». С отличным результатом ребят поздравила губернатор «Югры» Наталья Комарова. Всего же в этом году в финале принял участие 21 школьник из «Югры». Ребята решали задания кейсы по направлениям искусства и творчества, образовательной технологии, среда обитания и общества, а также защищали свои социальные проекты. Победители в группе 10 класс получат по 200 тысяч рублей на образование, а в группе 11 класс по 1 миллиону рублей и дополнительные баллы на поступление в ВУЗы. Егорский биатлонист Никита Порчнев вошел в состав национальной команды, которая выступит на первых этапах Кубка IBU. Накануне в столице «Югры» прошла вторая контрольная тренировка, по итогам которой и сформировали списки спортсменов в национальной команды. Подробнее о том, как прошли старты, в сюжете Дмитрия Пришвицина. Борьба за место под европейским солнцем продолжается. Вторая контрольная тренировка у национальной сборной по биатлону прошла в стиле масс-старта. От соревновательной она отличалась лишь тем, что вместо медалей появляется возможность запрыгнуть, как говорится, в последний вагон, поезда, который идет прямиком на первые этапы Кубка мира. Внимание! Марш! В итоге масс-старт бежали 20 биатлонистов, что на два человека меньше, чем участвовали в спринте. Трасса вновь повела биатлонистов новым маршрутом, через коварные спуски и протяженные подъемы. Лидерство в гонке сразу захватил Антон Бабиков. Чемпион мира тащил за собой группу преследователей до последнего огневого рубежа. Но там рука мастера дрогнула, и Антон дважды промахнулся. Мне удавалось уйти в серьезный отрыв, но вот это вот постоянное преследование немножко поднагружало меня. И перед последней стрельбой я видел, что ребята подкатились перед рубежом ко мне совсем близко. Появилась мысль о том, чтобы стать не первым на рубеже. И немножко дал себе слабину в этой мысли, что хотел немножко по-другому тактически сработать. И поэтому ошибся. Никита Поршнев и Александр Поварницын таким подарком воспользовались незамедлительно. На последний круг они ушли с хорошим отрывом от остальных сборников. Но все-таки больше готов к финишному рывку оказался югорчанин. Никита Поршнев финишировал с шестисекундным преимуществом над соперником. Стоит отметить и то, что Поршнев и Поварницын накануне допустили по одному промаху. Сегодня они могут похвастаться безупречными результатами. У нас очень грамотные специалисты здесь в команде работают, которые провели со мной беседу, подсказали, что как лучше действовать. Я очень им благодарен за это. Поэтому особо какой-то мотивации у меня всегда стрелять хочется в ноль. Конечно, давненько уже, как сказать, не бегали старты и волнение присутствовало. Тем более на родной земле бежать все равно вдвойне ответственно. Александр Поварницын на контрольных стартах показал стабильный результат. Дважды второй. Днем ранее ему не хватило точности, сегодня скорости. Но результатом остался доволен. Сегодня для меня самой тяжелой частью была крутая часть этого длинного подъема. Почему-то у меня ноги пока отказываются работать так, как нужно в соревнованиях. Но могу себе в плюс записать 4-0. Это просто тот уровень мастерства, который должен показывать всегда. Это было наше пожелание для того, чтобы усложнить трассу этим подъемом. Так как на данный момент тот человек, который отберется на Кубке мира, он поедет в Остерсунд. В Остерсунде достаточно тоже сложный рельеф. Ну и в общем, на, так скажем, европейских трассах в совокупности всей нагрузки трассы уже, да, прохождение, вот этот подъем, он, наверное, даст нам такой некий запас прочности, который нам позволит, может быть, уже выглядеть конкурентными. За контрольными стартами национальной команды следил и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. После гонки он был немногословен. Впереди ответственная задача – подобрать достойных кандидатов на международные старты. В целом, наверное, без каких-либо больших сюрпризов. В общем-то, те спортсмены, которые готовились в составе команды, они и были вчера, и сегодня в лидерах. Поэтому я не думаю, что у нас там будут большие сложности для формирования команды. Обе гонки прошли в разных погодных условиях. Мороз и снегопад первого дня сменились на щадящие минус два с легким порывистым ветром во втором. Что позволило тренерскому составу посмотреть за тем, как спортсмены справляются с такими условиями. Мы посмотрели как раз в более приближенных соревновательных уже условиях спортсменов, как они ориентируются по ветру, как они ведут себя в холодную и в теплую погоду. В конечном итоге на первые старты Кубка мира поедет Александр Поварницин. В ближайшее время он присоединится к биатлонистам, которые ранее прошли отбор. А вот победитель контрольного масс-старта Никита Поршнев будет бороться за медали на Кубке IBU. Дмитрий Пришвицин, Владимир Дадыко, телерадиокомпания «Югра». К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго.